В эфире программа «Время. Че» и я, ведущий Артём Кондратьев. Здравствуйте. В районе Забишта четинцы обнаружили пять боевых снарядов. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии выявили в них 125-мм артиллерийские снаряды с хвостовой частью беззрывателя и взрывчатого вещества. Угрозы взрыва снаряды не представляли и были переданы для дальнейшей экспертизы. Продолжение Куража. Мать четинца Егора Плотникова, погибшего от удара ножом в голову в кафе «Кураж», создала петицию «Крик души матери убитого сына» на платформе Change.org. Женщина просит помочь добиться реального, а не условного наказания для Дениса Пичуева. Адресатами петиции указаны президент Владимир Путин и Верховный суд России. Напомним, в сентябре 2016 года во время застолья в кафе двое молодых людей – Егор Плотников и Денис Пичуев – повздорили и развязали драку, в ходе которой Пичуев воткнул нож в голову Плотникова. Лезвие вошло на 7 сантиметров. От полученной раны пострадавший скончался, а подозреваемый скрылся с места преступления. Через пару дней в полицию его привела собственная мать. Суд назначил молодому человеку 7,5 лет лишения свободы. Однако Забайкальский краевой суд переквалифицировал смертельный удар и заменил реальный срок на условный – в два года. Суд счел, что Пичуев, ударив Плотникова ножом в голову, не совершал убийства, а только причинил пострадавшему вред здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Поэтому подсудимый был освобожден в зале суда. Три человека погибли и двое получили тяжелые травмы в ДТП, которое произошло неподалеку от села Танга Улетовского района. Сообщение об аварии поступило в полицию утром 24 мая. По предварительным данным, водитель Тойоты не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Пострадавшие в ДТП доставлены в Улетовскую центральную районную больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. От добра добра не ищут. В марте этого года компания несовершеннолетних, гуляя по городу, заметила одинокого прохожего. Мальчишки попросили у того денег, но получили отказ. Когда подростки уже собирались уходить, мужчина догнал их и спросил, зачем им деньги. На что ребята ответили, что хотят кушать, а средств на еду нет. Сердобольный прохожий решил сводить ребят в кафе, но сначала они все вместе пошли к банкомату, чтобы снять с карты наличность. Покормить их он собирался на 3000 рублей. Когда мужчина забрал деньги, один из подростков неожиданно выхватил у него из рук портмоне и компания скрылась. На украденную сумму мальчик купил себе на рынке кроссовки, ветровку, брюки, а то, что осталось, потратил по своему усмотрению. Спустя время парня нашли. В судебном заседании, несмотря на то, что вред, который был причинен потерпевшему, не был возмещен, однако он просил в судебном заседании дело уголовное в отношении совершеннолетнего прекратить за примирением сторон. Однако в удовлетворении данного ходатайства было отказано судом в связи с тем, что преступление, которое относится к категории тяжких, не подлежит прекращению по данному основанию. В итоге суд приговорил подростка к 100 часам обязательных работ. Последняя дойка. Вчера вечером в селе Галкино было обнаружено тело 30-летней местной жительницы. Сообщение в полицию поступило от фельдшера, которая установила, что женщина погибла от тяжелой травмы головы. Как рассказала стражам порядка мать погибшей, виновницей смерти дочери выступила корова, которую женщина пришла доить. Животное легнуло доярку и удар оказался смертельным. Сейчас проверку проводит участковый отдела полиции Первомайская. А у меня на этом все новости. До свидания и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин